здравствуйте друзья мы с вами иногда возвращаемся к теме жилья на американском рынке жилья покупки аренды жилья нового жилья которое то что называется был существующие дома продажи и так далее все время идет какая-то статистика все время сравнивается эта статистика с тем что было тогда 20 лет назад пять лет назад прошлый кризис позапрошлый кризис там и так далее и я может быть так вот соберу из разных источников так как то вот то что мне в голову там приходит значит получается такая история что есть такое понятие доступность жилья до affordability значит эта доступность определяется как способность семьи со средним доходом купить средний дом ну там медианы берутся значения значит семья с медианным доходом как она может купить медианный дом получается такая история что доходы людей может растут конечно по чуть-чуть но совсем не так как растут растет стоимость жилья рост стоимости жилья происходит по самым разным причинам но в частности это материалы другие сейчас вот например последнее время катастрофически не хватает строителей и растут расходы на рабочую силу очень существенно растут что там еще кроме того застройщики как бы перестали строить дома там за 200 250 300 тысяч а массово переключились на дома там за 600 700 тысяч это кстати заметно очень хорошо но не не может быть вот тут где мы живем в таких дешевых то особо и нету но не тут вот мы ездим там по стране периодически смотрим где чего и и собственно и пишут об этом есть статистика официальная тогда за последние три квартала последние три квартала снижается инвестировать инвестирование в новое строительство и вот например третий квартал этого года по сравнению со вторым снижение инвестиций 5 процентов но и перед этим два квартала тоже снижалось то есть это говорит о том что жилья будет меньше то есть мало того что жилья не хватает но его еще и меньше будет почему его меньше будет почему они не хотят строиться потому что вот это вот самая доступность жилья affordability сокращается и при всем при том что жилье нужно 10 лет почти не строили ничего при этом люди купить не могут так получается вот у нас тут с 1 на местности если вы хотите арендовать квартирку ну так квартиру значит и допустим с одной спальне и да то есть двухкомнатная квартира это вам будет стоить допустим 2000 в месяц скромненькую такую скромный 2000 месяц если это будет новый дом а тут сейчас строят если это будет новый дом и там будет двухкомнатная квартирка она вам будет стоить допустим три с половиной четыре тысячи в месяц это стоимость в новом жилье в новом жилье конечно есть много таких ништяков которых нету в старых домах где вот там за 2000 там где за 2000 там но бассейн будет там территория огорожена там бассейн может быть площадка детская такое там есть но те которые новые строят там как бы концепция друга там так как бы такая комьюнити там и бассейн но совсем не такой бассейн там и спортзал там и места такие где можно гостей собрать самый бильярд стоит и там игры там развлекух всякое так далее то есть совершенно совершенно другого плана жилье а в квартиру посмотришь а там нет ничего там квартирка такая пока ценная просто вот даже я извиняюсь сильных шкафов нет особо то есть вот даже шмотки сложить негде я не знаю как они там гостей конечно можно принять и там в общественном месте но чтобы просто вещи разложить и так даже такого места нет так это на 2 комнатную квартирку это там три с половиной четыре тысячи вот а если квартирка трехкомнатные с двумя спальнями да тогда значит там четыре с половиной например 4200 я просто рассказываю почему им не очень хочется строить много нового конечно в кремниевой долине вот тут вот тут есть люди которые заплатят о чем разговор здесь зарплаты людей большие кроме того это могут быть допустим там я не знаю холостые ребята там взяли там вдвоем в твоем квартирку там живут и там скажем стартап какой-то у них и прямо там же на месте например они этот свой стартап и ведут там есть где вот поэтому конечно вот вот находится какой-то рынок такой есть но я просто к чему говорю что снижаются инвестиции потому что мало кто в состоянии себе это позволит и тут еще один момент интересный риэлтор если вы с ними поговорить они вам расскажут что американские риэлторы наш народ как бы наши соотечественники более изощренны но так американский покупатель жилья он когда смотрит на это его не столько интересует стоимость жилья хотя конечно интересно сколько его интересует сколько в месяц платить бюджет он и машину так покупают вот когда начинаешь там с этими разговаривать что машины продают они сколько ты хочешь платить в месяц я бы подожди 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 минуточку почем вещь эти они вот они уходят на сколько платить в месяц так вот постольку поскольку у нас interest rate растет официальный да то есть вот как бы то что феды федерал резервбанк устанавливает но это не все потому что они устанавливают но сверху еще есть банки которые тоже по-разному реагируют это тоже тоже момент такой интересный но фишечка такая что если сравнить начало года сегодняшним днем а это грубо говоря прошло 10 месяцев почти прошло 10 месяцев то получается такая история что стоимость моргиджа интерес вот который растет чуть ли вот его доля чуть ли не утроилась в платежах и достигла там что-то 17 процентов 16 17 процентов в том что вы платите на ежемесячной основе вот выплатить там допустим 3000 долларов да а допустим 10 месяцев назад это было бы не 3000 долларов может быть там а 2 600 поэтому потом 2 700 это это разница это вот деньги которые у тебя есть или деньги которых у тебя нет поэтому при всем при том что как бы в целом экономика не то чтобы она какая-то плохая была нет она она в целом очень замечательно и конечно есть там в каких-то местах есть элемент перегрева в каких-то местах его нет но в общем и в целом если посмотреть отчет за третий квартал нормально очень нормально то есть не перегрето не охлаждено такое золотое сечение такое знаете вот то что надо но что касается вот рил эстейта вот такая история и есть еще такое понятие у нас тут говорят что человек там home bird да то есть bird то есть это значит что у него на оплату жилья уходит больше трети дохода то есть может быть он с радостью и не чувствует что он так именно bird до перегружен сильно но во всяком случае если ты платишь больше трети ну ты как бы хомберн и в калифорнии например таких что-нибудь процентов боюсь соврать была статистика ну что-нибудь процентов 30 вот так я думаю что и по стране тоже хватает и люди все больше и больше платят за жилье это не пропорционально растет по сравнению с тем как растет зарплата молодежь все меньше способна прикупить себе какое-то жилье жилье вот мы смотрим потому что здесь строится я ровно неделю назад светлане говорю давай поедем на выходные посмотрим что-нибудь новенькое вот чего нас тут новенькое строится и значит делаю поиск там есть веб-сайт на самом деле где все новое строительство и по нашей территории а там ничего нет кроме таких знаете домов больших в которых но они типа как таунхаузы такие знаете не 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 дома отдельно стоящие дома слишком дорого земля очень дорогая а такие знаете это не вытянутые там чуть ли не три этажа в одной квартирке но как бы можно назвать квартиркой можно назвать домом как хотите но это не отдельно стоящий дом и вот они вот эти вот кишки выпотрошенные вот эти вот там по полтора миллиона полтора миллиона друзья это не не то что там 150 тысяч нет так домов здесь домов вообще не строят нету я просто чему рассказываю что сегодня ребят молодые а вот давайте я вам покажу вот мы смотрим вот только что построили вот слева видите вот по левую руку там вот кофейня внизу тут их целый комплекс такой большой вот их сейчас понастроили вот от от этого места где мы сейчас до там я не знаю километра который мне до офиса вот таких будет на над штук пять или шесть построены буквально в течение последнего года вот и там действительно какая-то инфраструктура есть там все замечательно чистенько красиво но вот они вот вот они такие квартирки вы видите да это рентом это жилье в рент это не то чтобы они его здесь продают но вот точно такие же может быть скажем так не совсем такие но вы не отличить когда будете мимо ехать вот такого плана конструкция может быть там будет не три этажа там а четыре или там может быть даже пять вот такие то есть жилье становится все менее доступным молодняк начинает как-то так зажиматься вот в таких социальных каких-то таких постройках имеется ввиду где там клуб это 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 меньше площадями нет совсем земли там и так далее вот они туда зажимаются и я помню лет по памяти цитирую не не могу сказать что так не отсылаю вас крис к ресурсам но я помню вы когда сюда приехали или там лет допустим 20 назад статистика была что 70 процентов американцев живут в собственном жилье а сейчас тем в жилье которым они владеют сейчас американцев живущих в жилье которым они владеют меньше 60 процентов я не помню там 57 58 вот из этой статистики еще раз я не провожу такое исследование где там под каждую цифру я ссылку вам дам а просто такой как бы поток сознания по мотивам аккумулированного чтиво за какой-то промежуток времени вот если кому-то захочется более подробно или более там точно у них есть все возможности посмотреть в частности меня опровергнуть если что не так так что с одной стороны манипуляции с повышением interest rate со стороны федерал резерв банка с одной стороны эти манипуляции позволяют держать экономику в очень хорошем состоянии то есть не давая ей сорваться в очередном витке инфляции да то есть держит под придерживает хотя мы видим инфляционные процессы очень хорошо и вот скажем одна из так тоже относительно последних таких статистических мулек состояла в том что за год у нас зарплата выросла там на сколько-то а а инфляция сажрала немножко больше чем она выросла вот справа еще один бкра case тут такой комплекс достаточно большой то есть инфляция сожрала точнее не столько дождаться ну вот сколько индекс там потребительских цен Pay индекс потребительских цен вырос больше немножко больше чем индекс заработной платы так что Федерал Резерв Бэнк в принципе очень успешно справляется с задачей недопущения инфляции, за что Трамп их ругает очень сильно, ему хочется инфляции. Но, друзья, все, кто занимается Рил Эстейтом, им хочется инфляции. Это обесценивает их долги банкам. Как минимум. А вот еще один. Смотрите, не успели отъехать. Вот еще один красавец. Мы сюда ходили внутрь посмотреть, как там. Он на целый квартал в глубину туда, очень прилично. И вот непонятно, что будет с жильем. И вот эта вот фишка с попыткой изменить законодательство относительно рент-контрола, то есть перекрыть владельцам жилья способность повышать цену до рыночной. Вот. Хотя надо сказать, что... И вот мы сейчас будет референдум. Вот это вот надо сказать, что продвигает это одна единственная организация, то есть практически все деньги, которые в этом проекте есть, это деньги одной единственной организации, которая занимается помощью людям со спидом. Вот они тратят миллионы, многие миллионы баксов. Посмотрите, что стройка идет. Прямо напротив нашего офиса. Вот она. Много миллионов баксов на то, чтобы протолкнуть значит, отмену вот этого закона 95-го года. Называется он Коста Хокингс по именам тех сенаторов, ну, конгрессменов калифорнийских, которые его провели. В общем, такая вот история у нас с рынком жилья. И это касается не исключительно Кремниевой долины. Я обычно когда рассказываю, мне люди говорят, вот у вас там вообще сумасшедший дом, там и так далее. У нас, конечно, особая ситуация, но речь сейчас идет не о Кремниевой долине и не о Калифорнии в целом абсолютно. Речь идет о стране. Вот. В частности, о Калифорнии, в частности, о Кремниевой долине, но в общем-то, о гораздо более широком таком рынке. Вот так бы я сказал. Все, друзья, счастливо. И я на самом деле, поскольку пятница нынче, через час буду в прямом эфире, но, в общем, поглядим. Счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова